в социальной сети у каждого человека есть профиль в тиндере заблокированным да или как там тоже наверно профиль ну короче профили страницы аккаунты в ю тубе у людей каналы здесь тоже что-то вроде профиля только не цитатки и друзья и группы а наверное какой-то опыт проекты ну короче что человек знает и что сделал реализовал знание и возможность да что он знает но русский язык знает умеет читать на русском в принципе компьютер кстати вот это уже очень интересный вопрос мы как то тут с анончиками обсуждали давно а вот вообще порог то вот что человек должен но сочетание клавиш может должен знать там устройство компьютера файлы что вот в эфире в расписании был анонсирован эфир как full stack разработчик путь до с нуля ну вот что такое браузер на на человека нужно знать на что такое сервер а это уже кстати все нелегко но по большому счету как-то бы хотелось наверное я когда анализировал а вот что я себя представлю да ничего вот как бы столько лет находился с людьми довольно компетентными мог задавать любые вопросы то сейчас можно чату gpt задавать вопросы но все-таки людям наверное лучше ну и так и не образовался то есть как-то тут был предложен термин кибер немытость я обнаружил что несмотря на работу в школе учителем информатики несмотря на какие-то вот эти всем чтение материалов там каких-то учебников волю судеб по принуждению образование я не стал так также пишет серёжа чтобы стать full stack of надо знать как устроен затвор наверное да рисуй браузер нет ну браузер не будем рисовать то есть вот он ничего не умеет то есть он знает допустим что квадресная строка наверное умеет нажимать на кнопки ну да думаем короче первичная кстати многим тоже не помешает протестировать нужен какой-то механизм вероятно инициации или сертификации или и я не знаю ну то есть ачивки которые у этого человека есть они в идеале должны быть кем-то верифицированы то есть все построено на взаимодействии людей эта идея которая не нравилась когда мы обсуждали никогда не нравилось анончиком когда они говорили что нет это не будет работать я тут кстати недавно встретился с одним проектом тандем по моему называется типа там все люди друг с другом взаимодействует для изучения языка я использовала итоги но там все платно а тут типа бесплатно но я указал что хочу изучать китайский там посыпались на меня девушки китаянки ром пачками и конечно очень это подозрительно все я помню что это бота наверняка какие-то но не может такого быть прям так активно там давай разговаривать ля-ля-ля не знаю чушь какая-то это все не то но вот тем не менее тем не менее он зуб положительный об этом сервисе если кто-то использовал поделитесь пожалуйста потому что мне он попался просто тупо в play market так ты нулевой пишут мне ладно серёжа ты хоть расскажи как ты все ли хорошо собаками видится тебе позволяют да со всеми видится позволяет все нормально мы все же за тебя волнуемся хоть и виду не подаем кто хотел стать фулл стак разрабом а стал фулл стак оператором мс пейнта но это же уже неплохо это уже результат правильно первый шаг он вдохновляет сергей сколько лет сколько зим новую собаку завел лес марина и помирился интернет под мостом стабильный я не под мостом по поводу помирился но не хотелось бы сейчас про личное так рисую транзистор потому что без транзистора мы не узнаем хранятся битики видимо как хранятся битики я говорил что будут вопросы про биопроблемы так рисуй сервер рисуй браузер умеет ли нулик петь может эта печатка может быть пить здорово серёжа пусти люду в эфир пусть дочь становится диджеем радио но они спрашивали про эфиры кстати и людо и коля но как-то нужно подготовиться не хочется гонать горбатого и повторять ошибки отца дан rest scp так это не то так 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 сервер долго не ходил в эфир у него собралось много мозгового ликвора вот он все эти литры начала вливать на нас вообще приди вместе с мариной расскажи нам почему вы расстались послушаем обе стороны конфликта радио на нем с радио семейный психотерапевт ну вообще-то вы знаете чем я занимался все эти годы это очень страшно на самом деле я когда поймал себя на этом давайте так две минуты и к делу с рисованием человечков тоже уже затянулось сколько там эфир идет и даже не увидел в общем да ну что там говорить ничем не занимался то есть в принципе в семейной жизни участвовал я недостаточно все эти звонки на авито все это было при вас все эти хихоньки проекты планы стартапа а вот часики тогда не то тикают так ты 30 минут посидишь потом пойдешь к ичлеру вы будете еще два часа обсуждать тебя ну посмотрим китаянок в мире сколько так что вполне могли захотеть заработать денежку но вот наверное мне как-то кто-то стучался какой-то там обмен языковой что-то это на другой платформе было счета короче поговорили поговорили потом говорит пришли мне денег так просто отпаял мать не то не хотелось бы про личное а зачем тогда слушать это все выключил ну если помирился то разрабам стать не получится для этого нужен нужен нужно быть хиккой омешкой так знаем ерундой это занимался в пейнте человечков рисовал так ладно итак ну давайте тогда дальше вот сегодня значит мы хотим этому человеку сделать портфолио что он имеет чем знаете как вот это вот именно опыт когда человек такая аналогия коллекционера то есть человек коллекционер он например собирает марки когда человек с альбом с марками про каждую марку он может очень подробно ли она рассказать откуда она что она что это за марка как тяжело было ее достать откуда она узнаете прям такого коллекционера двинутого в хорошем смысле слова с этой идеей и вот это очень важно вот мы ничего не умеем и и первое что мы делаем мы создаем файл в редакторе каком-то текстовом редакторе все вы знаете раньше я топил за всякие онлайн сервисы и дешки там браузерные где не надо ничего скачивать все так удобно легко здорово запустил и потом как эти сервисы стали все менять периодически ты никогда не знаешь как он будет выглядеть завтра какие-нибудь там фишки прикрутят что открутят что заменят будет ли он вообще работать этот сервис ли будет тормозить жестко поэтому ну его нафиг то есть есть терминал человек пришел приходит всерьез и надолго да ну почему бы и нет почему бы не сказать что ну да ты будешь писать компьютерную программу ты можешь в принципе написать его в блокноте также ну даже если это язык программирования я не знаю там с кодировками будут проблемы ну дальше что хорошо символами какими-то в общем давайте так я постараюсь то есть меня спрашивали тут про домен про какой-то дневник там не знаю куда то надо же что-то постить фиксировать где-то домен будет вы знаете дошло до того что видимо я буду придется жизнь заставила чуть-чуть печки разбираться вот эти вот все все начинали к тому приходится и вернуться если кто-то помнит была большая любовь с джумлой была такая 7s и она когда-то была очень популярна популярнее wordpress а wordpress вообще по моему что там где-то на третьем месте был джумла друпал который еще до сих пор существует и джумла да и вот wordpress потом как-то вот все резко рыночек порешал все теперь wordpress wordpress вообще не знаю кто говорит что php типа помер там или фу я вообще не знаю как было ничего не изменилось где 7s на питоне расскажите ли на джаваскрипте какие хоть сколько-нибудь популярные решения хоть со сколько-нибудь сравнимым количеством тем дополнений там и вот всего того что нужно для того чтобы эти сайтики создавать этим на коленках веб мастерам я ничего не понимаю но очень интересно на самом деле нет друпал же был знамените не никогда такого не помню чтобы друпал было знамените какого-то чего-то что не требует таких навыков по-моему друпал даже изначально как фреймворк позиционировался 7s тире фреймворк и там кодить всегда нужно было больше 2023 пхп войти войти и на что а не важно какой сейчас год важно сколько мне лет так что в принципе толпы в котунов уже не так валит в пыху вообще не знаю кто это придумал со стрелочками это в каком-то языке есть я долго не мог понять этих всех стрелочек сначала да и вообще действительно кому пришло в голову доллары эти везде писать на ноги сейчас все популярное а что популярно 7s 7s то есть ну вот люди говорят я хочу сделать бложек есть какое-то решение чтобы это было и не тильда и или это уже не популярен вообще потерялся немножко я помню что про джуму всегда говорили что это быдло кодерская cms наверное так рису электронные дыры там надо знать как хранятся битики и байтики инструкции процессора рисуй кто понимаешь если ты не знаешь как хранятся байтики работает процессор мы не сможем программировать всерьез и надолго звучит как лозунг для шиза идеи про петардск nest gs неважно какой сейчас год на перли на перли я помню были вап вап сайты и какой-то был 7s мотор по моему ну вот на мобилках сайта которая были gprs когда был и ничего не путаю вроде это какой-то отдельный был мир сейчас популярны тильда вот кстати а как они выживают на тильде там как с кастомизацией вообще так с чего бы начать вот я знаю с чего начать короче говоря как сделать красивое что-то хоть сколько-нибудь красивая вот возьмем тупую задачу максимально отбитую и тупую я даже наверное сейчас обращусь к чат g5 внучат g5 для блогов генераторов статических куча а также сервисов давно есть ну например например там вроде есть интеграция gs в блоках ничего не понял так идем вот g5 и позадаем на тупых совершенно тупых вопросов посмотрим что нам ответит в общем суть в чем задаю вопрос как создать страницу красивую форму обратной связи используя какой-нибудь все сесс на сесс чуть не сказал фреймворк вроде бы это так просто каких-то куча шаблонов готовых решений но почему все такое страшное невероятно страшно и все что сделано на коленке я подозреваю что в принципе вот ну интерфейсы графические тоже есть с ними то сложнее наверное ты решил поспоминать деприкейта технологии почему деприкейтед кто сказал потому что ты хочешь разрабатывать сайта надо не сайт разрабатывать а то что этот сайт продает а сайт тяп-ляп на тильде за пять минут паблик вконтакте и канал в телеграме нет нет у меня бизнес задача есть которая в том числе можно использовать для которых ну ту же джангу вот представьте значит есть магазин интернет магазин на прости господи вордпрессе в у коммерс значит там довольно мало на самом деле функционала все плагины которые есть они вот чуть-чуть не то знаете вроде плагинов моря всяких разных ну вот нужно какая-то мелочь нужна и ты понимаешь что ну вот все что либо к разработчику плагина обращаться что бесполезно либо самому писать есть интернет-магазин нужно сделать например коммерческое предложение экспортировать его в pdf и в excel причем там допустим товары относятся к категориям нужно разбить их поговорить по категориям чтобы excel файле там короче определенные нужны требования ну собственно вот я изучил вопрос чуть-чуть в вордпрессе есть api там можно все вытягивать вот с картинками только единственное надо выяснить ну и в принципе php не нужен значит если мы знаем товары какие перечень товаров такая была привязка что есть какой-то плагин который позволяет корзину сохранять то есть накидываешь товары в корзину формируется url по которым открывается список этих товаров и я так понимаю айди их есть по этим айди можно через api все вытащить по из про эти товары ну и на питоне написать простой скрипт довольно который будет сохранять excel и pdf ну pdf я так понимаю сложнее там надо с шрифтами с оформлением версткой все это делать ну вот допустим даже этом но там форма должна быть типа введите url а там еще коммерческое предложение оно должно содержать ну типа кому какие-то сведения в общем в шапке номер телефона с кем связаться дата какая-нибудь там что в общем понимаете смета вот виделась как некая форма просто который человек будет заполнять указывать этот url корзину на wordpress и новый коммерсе и формировать вот эти коммерческие предложения в том числе видимо и онлайн они должны просматриваться они две кнопочки типа скачать в excel и скачать в pdf готовых решений я не знаю опять же если они есть ну как вы себе это представляете ведь сам файл который должен формироваться он как-то должен быть тоже описан в каком формате как это все выглядит какие шрифты каких размеров там и прочее прочее так пиши свой плагин да да это все не то пришло время звонить женщинам где при кейтеды так и нет что что этим больше заниматься я не буду я про звонки ты решил поспоминать так это уже было потому что хочешь потому что ты хочешь разобрать сайт надо не сайт разбавить а то что сайт продает это я уже почему я читаю в таком порядке сообщения так а бюджета на разработку тоже нет наймем фрилансера за недорого попытаемся не попасть на школьника после курса программирования html wordpress а сумасшедшим поселили ты хоть представляешь какой там зоопарк больше три с половиной сайтов обманешься поддерживать чего больше трех с половиной сайтов зоопарк в каком плане зоопарк что ты имеешь ввиду wordpress и бесплатные плуги на ограниченные чтобы получить что-то нормальное нужно покупать либо заказывать разработку до цены причем там знаете 20 долларов 30 долларов 50 долларов плагинчик который еще и устареет там через год тебе заново надо бы этого покупать так сережа может будем вкатываться в 1с и битрикс а то эти джанги wordpress и надоели я немножко перефразирую сообщение которое нам прислали с каждого утюга 1с и битрикс нет а тут будет уникальный контент сори вот я помню битрикс мне предлагали я скажу 13 лет назад настолько страшно когда начинаешь от этого анализировать фиксировать тебе же почти 40 лет ты ничего не умеешь ты никто ты не учитель и не психолог и не программист и даже не толком не отец ладно так а вот ликвидсоуп сделано github плюс джейки эл какой-то ну это имеется видимо их сайт сережа как ты можешь задавать вопросы чаджи гпт если ты не знаешь как работают цепи маркова ну почему бы этот вопрос часу gpt не задать может быть ты знаешь как работает и фэлс но ты не знаешь про вероятности просто может не надо в ворот пресс ну рынок мне как-то нужно выживать что делать вы знаете 7s или какие-то готовые решения где вы быстро можете сделать корзину товаров вот смотрел этом какой-нибудь воктейл что я не знаю ну посоветуйте тогда чтобы было красиво уже весь функционал был реализован причем знаете функционал там с фильтрами товаров с категориями с я не знаю все решения которые видел они все на php но прямо чтобы с шаблонами с плагинами с каким-нибудь что там до банального тупо функционал нужен чтобы вес у каждого товара можно было приписать как атрибут и по весу фильтровать или например когда вот в корзину добавляешь товару плюсиками на там шаг некоторые был не по одному там а по 10 товара добавлялись корзину и прочее прочее такие как бы мелочи каждая мелочь очень больно будет даваться если вы берете что-то не настолько разработанное как тот же самый wordpress его плагинами которые там десятилетиями уже существует и дофига их есть я не знаю помните супи пиш вот мне чувак реализовал это на друпале на чем мог на том и реализовал я сейчас вспоминаю если хотя бы то что я сейчас те крохи удалось познать я бы на джанга его смог сделать и цупи пиши вообще без проблем потому что там ложилась настолько это все хорошо в эту классов парадигму что там был ученик прием пищи что там еще он был то ну да там это главное самое прикольное что интернет дневник который на тот момент работал в школе он использовал джанга и там уже были все ученики то есть можно было бы дать доступ на чтение тупо в базу и синхронизировать учеников поддерживать там то есть и ученики и там были в джанг и классы там все уже было чтобы просто нажимать на кнопочку не знаю каждое утро подгружать список классов хранить информацию о категории там льготник не льготник есть платный из бесплатно и так далее блин вот сейчас было бы интересно это написать но уже все с другой стороны вот думаешь так но сделал бы я это ну была бы у них эта система и чего и не уволиться что ли уволился и чтобы они там сделали то есть у них каждый год изменения каждый год им нужно эту систему изменяйте потому что то порядок меняется как там кто ест то категории льготников меняются то вообще классы там какие-нибудь объединяются или разделяются группы перемены разные в общем приемы пищи да теперь я начинаю понимать кстати почему люди столько зарабатывают откуда эти бюджеты берутся потому что действительно с этой иглы уже не слезешь обратно на листочки бумаги не вернешься ну как бы хорошему быстро привыкаешь выгрузки эти всякие чуть ли не в 1с напрямую или вон тогда даже удалось сделать дэзмонд мне тогда помогал да он сделал это чего помогала я ничего не соображал тогда вообще я часто не соображаю в excel обалденно конечно тоже очень удобно делаешь файл который прям распечатывается на бумаге так как нужно содержит все сведения какие нужен вообще то есть там в бухгалтерии сказали а сделать нам вот так 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 и когда им так сделали они просто несколько просто кайф что они тратили при сайте каждый день там не знаю час времени каждый день зачем представляете так все понятно эти бумажечки там человеческий фактор какой был сколько ошибался куба скандалов там целая очередь всегда была я же там часто был в бухгалтерии там их то с компами это очень интернет пропал то еще чего-нибудь дискеты тогда еще были ё-моё и модем дай лап хотя это был 2013-14 годы не так давно не первый ну так вот постоянно была очередь из родителей приходит скан со скандалами совсем а вот нам выписали за еду столько денег а мы столько не ели ля-ля-ля блин я просто что хочу сказать вам когда вот это чувство тебя вспоминаю когда ты находишься в этой ситуации и видишь что ты действительно что-то автоматизируешь что жизнь меняется совсем другая мотивация и совсем другое ощущение и зря я тогда все это не стал реализовывать потому что к вопросу тоже о текущей моей ситуации бедственном так скажем положении да нет сейчас уже не бедственном хотя человек говорю блин ой ладно надо было братья и учиться тогда еще на этом примере и сколько меня обучали и тогда помню у сброс букфагов этот мужик был предлагал на джава скрипте написать и что только не предлагали и блин все были заинтересованы и можно было бы сделать об этом передачу интересную рассказать как то как после взять интервью участников процесса все все просрал очередной раз ладно ну сейчас несу пипиш сейчас интереснее на самом деле я вот эту систему с людьми на своем примере вот человечек кроме него ничего не появилось буду делать так про чат g5 заходим так еще за зигунду на самом деле на самом деле кстати он научился если вы не следили хотя на все следят или нет ну типа в инете искать данные раньше же этого не было так но попробуем начнем а до альфа версия какая-то русификация там хрень какая что мы у него спросим мы говорим ему а его на тула креет гуд луки так говорят веб-пейдж скобочках он так форум я хочу использовать ксс-фреймворк я хочу использовать ксс-фреймворк я хочу accompagner м м в цели с одной, не помню. Ну, даже не знаю, что он выдаст. Посмотрим. Вот, браузинг Bing Lightweight CSS Frameworks for Web Designer Templates. О, господи, но ведь я же и сам мог такой поисковой запрос осуществить. You have several lightweight CSS framework. Бульма, наверное, да, вот она, Бульма. А где же Bootstrap? А где же еще этот, как он назывался-то? Poor Pico CSS, что-то слышал тоже. Просто меня всегда это добивало. Вот эти книги по 700 страниц по CSS читаешь, 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 думаешь, блин, когда же я смогу создавать красивое то, как мы видим на сайтах, а не вот это убожество, типа там, как помню на уроке информатики, показываешь детям, как шрифт изменить, как цвет изменить. И вот это вот дети создают, а-ля 93-й год. Beer CSS. Beer, что, пиво, что ли? Кто-нибудь слышал о таком фреймворке? По-моему, их стали создавать раньше, как были фреймворки JavaScript, теперь CSS фреймворки у нас. Так, Marketplace, Ozone, Amazon, а вот SuperPish пишут мне. Ну да, этот SuperPish был. Вот это то, о чем я говорил. Вот почему оно выглядит вот так, так страшно. Потому что это что, кстати? Просмотр кода страницы. А это какой-то вообще непонятно. Это что вообще, Semantic? Это тоже CSS фреймворк. Ну, видимо, просто какие-то классы, TotalLine, CentralLine. Semantic. Semantic UI. Семантик. Интересно. Семь лет, девять лет. В прошлом году. Угу. Ну, что-то еще выпускается. Хотя год уже не выпускалось ровно. Ну ладно. Так что это такое-то? То есть это просто набор CSS-правил, позволяющий как раз сделать то, о чем я и говорил. Design Beautiful Websites Quickly. Ну вот, как из этого сделать Beautiful Quickly? Зайти. Вот, еще более Beautiful. Не, ну, в принципе... Афанасьева, Ксения Сергеевна, Баржухина. Ну да, это здорово, конечно. Классов, кстати, не предполагалось, что классы будут. Предполагалось, что Чел заходит и видит только свой класс. Завтрак. Это номер перемены. Да. Выставлены все значения. Завтрак, обед. И галочку предполагалось снимать с человека, который... Какой-то столбец с типом активе. Который вот не пришел, в общем. Не пришел. Бесплатный один. Платный, не питается. Угу. Соклассование. Это я не помню, что это было. Да. Настройки. Ну да. Ну я бы даже такое не сделал. Не на... Это тоже, наверное, этот семантик, да? Семантик, ну да. Ну хотя, что там? В принципе, я так же понимаю, читаешь документацию и классы, и вешаешь, которые нужны. Это тег table же ведь, верно? Нет. А, нет. Table, table, вот, т.д. Table, да. Вот. Класс UI, sell the table. Угу. Ну. Да можно было все это сделать, конечно. И считала, что бы сколько обедов, и сколько всего, и каким цветом бы выделялось. Вот. Записи были изменены. Сохрани, сбросить, да. Эх, как же это было бы удобно. И можно было бы сделать, кстати, поварам, кто там занимался, чтобы подробный отчет прям в реал тайме они видели, сколько формируется, кто отправил, кто не отправил. Это же тоже не было толком. Ужас, конечно. Сережа, ты забываешь, что когда ты что-то написал, то это надо поддерживать. Иначе все так и останется на PHP 5.6. Ну, в том-то и дело. Сережа, спроси у внучата, нужно ли знать инструкции процессора, чтобы программировать и то, как хранятся данные. Транзисторы, затворы, электроны и дыры. ССПА гайды вообще на тысячи. Чё-чё? CCNA, наверное. Про что? Про тысячу страниц? Оно еще сломалось за последние года 2-3, на максимум 5. Ладно, не читаю сообщения вовремя. Так. Итак, что нам предлагал? When using these frameworks, you'll typically find that they come with grid systems. А чего сейчас? Grid уже используется, да? Какой там сайт был? Can I use, по-моему? Com, да? То есть, когда я последний раз сюда заходил, 5 лет назад, ну, конечно, ну, то есть, типа, про гриды, когда последний раз я обсуждал с кем-то, не помню, говорили, а вот, вот телевизоры, а надо как деды верстать. Чуть ли не на... Подождите, а на чем верстали-то? Flex же позже тоже появились. На флоутах, что ли? Или на чем? CCNA, это Cisco Associate, даже не профессионал. О чем речь вообще? Так, читаю сообщения. Когда Сереж что-то спрограммировал, это нужно не поддерживать, не поддерживать, а подтирать. Ну, согласен, конечно. Я за бан, пишет нам. Завтрак. В школе теперь есть завтраки, всегда были. Так, спроси, какой веб-фреймворк лучше всего подойдет для автономного поселения C++ в фуре программистов на C++? Так, Obsidian пишет. Ну, чай еще раз. Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся написать просто красивую форму обратной связи. Красивую. Которая бы не вызывала вот такую реакцию. Ну, это не в осуждение автору. Но, не знаю, когда я вижу вот эту форму, оно страшное, как говорит И. А для этого нужно не просто читать, но и делать. Lightweight. А это тебе зачем? Also, читай сообщение или прикручивай чатик милиции не раз. Ну, как lightweight, потому что мне нужна форма, а тот же Bootstrap, по-моему, загружает, или я что-то не соображаю. Вот, давайте напишем. Сейчас. Can I use Bootstrap without its JS part? I need to make Bootstrap as... Ну, вот это слово lightweight и будем использовать. as possible to make pages load quickly или как? Load не quickly, господи. Fast. Так, вы можете использовать без компонента JavaScript Composed of CSS and JS files to a separate разделенное выбирать, что включать он или так will give you access to the grid system utility classes А как используется то, что называется шаблоны? Bootstrap он тогда одинаково выглядит его самого самостоятельно нужно дизайнить, или что? Custom Builds CDN Minify CSS 3Shaking Webpack 3Shaking Load JavaScript Components Synchronous Loading Ну вот, да, да, запомните, что не включение JavaScript любые интерактивные компоненты не будут функционировать завязанные на JavaScript не будут функционировать Какие там они интерактивные тоже фиг поймешь Так, например Грюте нужен перейти на NYX для комфортной разработки понимания что и как работает а толку этот звук стойки микрофона так тебя домой пустили Можно мы займемся делом а рассказывать будем в другой раз а то слишком классический эфир выходит Ну да, согласен Раньше тратили целый час на работу Теперь появился лишний час на питье чая сплетни А, это про бухгалтерию Ну да Но с другой стороны это уже не наша проблема Нет Есть люди которые высвободившееся время тратят на что-то нормальное И сделает тебе смс по TFTP на ESP32 готов вложиться Как он говорит вложиться Но программист 1С внезапно не программист Так это как раз для тебя Ты ведь тоже не программист Да я уже не знаю кто я человек или вообще Тебе нужен курс по созданию своего бизнеса купи в телеге А что уже в телеге курсы продаются Отстала жизнь Рынок требует Laravel А Laravel Не Laravel я так понимаю совсем что-то низкоуровневое верно То есть как получается нужно взять Laravel написать на Laravel свою CMS кастомную И все 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 это реализовывать самому Так что ли Я просто не понимаю как они это делают То есть берешь функционал того же WordPress и понимаешь что это чокнуться просто этих мелочей каждая галочка каждый переключатель каждый требует не знаю строк кода Ну Чаев работай хватит тщательно вопросы давай же делать хоть что-нибудь Поясни за зоопарк WordPress плагины протухают перепродаются и протрояниваются Ну это да плагин на плагине плагином погоняет и вообще чокнуться можно конечно Сережа может было так это уже мы читали ну ладно так что сейчас вместо кэшбери и и финик не знаю да можешь но не вижу проблем так как там же с мизер на же с мизер в этом в бут стропе так вы неправильно прошили стм32 и случайно засумонили внучаева всегда не всегда зависит от мухосранской школьной администрации в моей школке завтрака не было только обед толсо в столовке можно жирочь покупать только после третьего урока ужас ужас когда-то Сережа узнает что чат жгпт вполне оселяет русский если бы он смотрел эфир прибит арцк не хочу на русском разговаривать лучше тренировать английский красивая форма обратной связи тебе нужно 2 3 но максимум 5 строчек на html даже js не нужен а вот тебе форма обратной связи так что он предлагает долистать страницу до конца это вообще все статический сайт без джесс вообще так классические внучаевские эфиры 2019 год ё-моё пипец не знаю как вы а я переслушиваю записи Сережа когда его нет проанализировав свое желание это делать мне стало понятно что это не требует активного внимания это позволяет балансировать отвратительные игры и позитивное обучение детей это не лекции по философии для понимания которых нужно иметь какой-то бэкграунд Сережа на своих эфирах задвигают за псевдо философию это вызывает непередаваемую бурь эмоций от смеха до кринжа так форма форма комментария ну это у нас как они назывались то я уже забыл граватары я я считаю я считаю что человек не в состоянии уделять своим детям внимание при таком раскладе программистам чтобы зарабатывать нормально деньги в дс он стать не может а вот проводить стримы зряло вполне он не обременен анонимности она лишь придает его поведение нотки сосачества у человека проблемы в их только усугублять разрушая его личную жизнь и семью пророческие были слова пытаясь решить проблему как могу если бы было в жизни бизнеса жизни управляющих которые бы оценил вот оно все хорошо о господи вот вот видите вот избегание ответственности перед женой и детьми попытки восполнить нехватку отцовской любви то другое вполне решается эфирами в дуэте с ичем который играет роль отца на самом деле матери но внучая все обстоятельства не чувствуют разницы довольствуются тем что есть у человека проблемы и вы их только усугубляете разрушая его личность и семью да если не хотите его вразумить то хотя бы оставьте в покое пусть уделяет больше времени детям возможно если он чаще с ними будет общаться то они смогут избежать участия своего горемычного отца и станут достойными членами общества боже мой это написали еще четыре года назад тогда четыре года назад моему ребенку в среднем было девять лет девять дочери которой сейчас проблемы подростковые вот там говорила Люда что-то из прокурения 11 лет было сколько всего можно было сделать а я не согласен что внучат оселяют русские они уже научились нормально токены как в английском но тоже не согласен просто какой-то ну так значит что мы пишем give code of what is template in the context of CSS frame works can you give an example of code that uses template for contact forum итак правда ну чат это продвинутая цепь маркова поэтому когда ты задаешь ей редкий вопрос она ломается и несет полную чушь я не думаю что это прям редкий вопрос ничего не пишем идем документацию вытаскиваем бойлер плейт и бойлер плейт это же тоже шаблоны не марина оказалась мариной сергей как долго ты собираешься избегать ответственности не проходить курсы питона для детей но курс питона для детей проходил шок это все ради его виновата да нет ну чайф я знаю у тебя есть вк зачитай так многоважаемый участник обсидия ну бесконечно ценим вашу заботу о нас и ваше желание поделиться с нами своим временем и интересным контентом но вынуждены горчить что материалы с вк ком здесь не любит это сейчас зачитаем так радио на него с 25 октября сергей из синицы сергей был программистом он работал в крупной эти компании занимался разработкой программного обеспечения для самоуправляемых автомобилей сергей был талантливым программистом но он был также очень увлечен природой он любил проводить время на природе наблюдать за птицами животными однажды сергей гулял в лесу и видел синичку которая строила гнездо синичка несла в гнездо шишки и травинки сергей наблюдал за ней и подумал что было бы неплохо использовать шишки в качестве утеплителя для домов сергей решил провести эксперимент он собрал несколько шишек и положил их в коробку затем он положил коробку в морозильную камеру через несколько часов он достал коробку открыл и шишки были теплыми сергей был удивлен он понял что шишки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами он начал изучать свойства шишек и нашел несколько научных статей которые подтверждали его выводы блин это же идеология рыбалки или идеология животных а как же звали это сейчас у меня был хобби я вспомнил фамилии рыбалков затевакин затевакин затевайки какова фамилия я эту фамилию не вспоминал лет 20 диалоги о животных затевахин вот точно затевахин иван затевахин вспомнил все таки не просралась у памяти и что это читать мораль иногда самые простые идеи могут быть самыми гениальными ладно хули уж начал читать так он начал изучать свойства шишек нашел несколько научных статей которые подтверждали его выводы Сергей решил создать утеплители шишек он разработал технологию которая позволяла использовать шишки в качестве утеплителя для домов он назвал свой утеплитель синички на шуба ну окей я бы придумал может быть историю о том как использовать стали шишки для газированной воды и придумали байкал утеплитель синички на шубу был очень эффективным он был дешевле традиционных утеплителей и не вредил окружающей среде Сергей начал продавать свой утеплитель он быстро стал популярным Сергей заработал много денег на своем изобретении он решил использовать деньги чтобы построить автономное поселение для программистов он хотел создать место где программисты могли бы работать над своими проектами в комфортных условиях без отвлекающих факторов Сергей купил землю в лесу и начал строить поселение он построил огромный геокупол который мог вместить несколько сотен человек это чаджи пяти что ли написал в геокуполе были дома лаборатории библиотеки и другие необходимые для жизни и работы помещения Сергей пригласил других программистов присоединиться к его поселению многие программисты согласились и вскоре поселение стало процветать поселение царила атмосфера творчества и сотрудничества программисты могли свободно обмениваться идеями и работать над своими проектами они были счастливы что живут в таком прекрасном месте Сергей был ну вот правда по стилистике кажется что комп писал либо если писал человек Сергей 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 деревянный абсолютно какой-то текст Сергей был счастлив что мог создать такое место он понял что его изобретение Синичкина шуба не только принесло ему деньги но и позволило ему реализовать свою мечту создание идеального места для программистов мораль когда самые простые идеи могут быть самыми гениальными следуя за своей мечтой ты обязательно добьешься успеха дополнительные детали Сергей назвал себе поселок Синичкино в поселке было много деревьев и зелени программисты могли выращивать свои собственные овощи и фрукты в поселке была своя собственная школа и библиотека в поселке было много возможностей для отдыха и развлечений чушь какая-то если честно зачем мы потратили на это время я не знаю о господи так вот полный рецепт для внучаева перплексита и айчо это еще что такое как внучаева стать программистом чтобы стать программистом нужно обзавестись рядом хардскилз и софтскилз хардскилз отвечаю за техническими софтскилз че это за ерунда важно понимать что стать программистом с нуля это долгий трудный процесс который требует усилий настойчивости однако если внучаев будет следовать этим шагам и постоянно развиваться то у него есть все шансы стать спешным программистом почему вместо этого всего почему вместо всего этого внучаев спивается и ведет эфир на радио анонимус возможно часть выбрала работу на радио анонимус вместо того чтобы стать программистом по нескольким причинам личные предпочтения возможно на чай нравится работать на радио стихи и показывать талант в области коммуникации и развлечения работа на радио может быть более подходящей для него чем программирование особенно если у него есть хороший голос интерес к медиа нагрузка на психику работа в эти индустрии может быть непростой требовать постоянного обучения развития возможно человек не хочет сталкиваться с такими проблемами как выгорание синдром самозванца и тревожность которые часто сопровождают программистов необходимость математических знаний необходимость наследственного обучения да возможно он учаев не готов вложить столько усилий времени в обучение предпочитая работу на радио которая может быть более доступна имени требовательным в этом плане в конечном счете выбор между работой программистом работы на радио зависит от личных предпочтений интересов аннучаева обе профессии имеют свои преимущества и недостатки важно выбрать то что больше подходит под его личностью целью если от аннучаева ушла жена с детьми он может рассмотреть следующие действия обратиться к юристу юрист поможет разобраться в правых аспектах развода обеспечить финансовую стабильность аннучаеву может потребоваться пересмотреть свой бюджет найти способы обеспечить себя и своих детей это может включать пользу дополнительной работы сокращение расходов обращение за финансовой поддержкой к родственникам и государственным организациям обратиться к психологу уделить время детям важно чтобы он у человека уделял достаточно времени и внимания своим детям особенно в период после развода это поможет ему справиться с изменениями поддерживать их эмоциональное благополучие найти поддержку в сообществе может обратиться к друзьям семье или группам поддержки чтобы получить эмоциональную поддержку в свет от людей это окажется ситуация развода что это за сайт вообще кто это вообще написал так ладно и того чего нам скинул чай для пяти ну чё прям так ставил шип подгружает это вообще живые URL которые вот он сюда вставляет подсказывает мне что нет а не живой тем более он типа сейчас же сетью работает ну окей давайте попробуем создать создать папку так открыть векод так индекс хатмл вставить подождите а когда он успел на русский переключиться на English уже все было ну и что он не сделал и где здесь шаблон тупо bootstrap без какого-то дизайна примут совсем дефолтный contact form template container а что он написал по этому поводу в context of CSS frameworks а template refers to предизайн пред код layout or pattern that can be reused to maintain consistency and speed up the development process these templates often include HTML structure styled with the frameworks CSS classes and sometimes JavaScript for interactive components they provide a starting point for common UI elements like navigation bars forms cards and more below is an example of simple contact form template using bootstrap CSS classes нет короче ничего design никакого ну how can I change вот не дизайн а как написать change ну допустим appearance внешностью make it make it make it make it тень make it make it more beautiful задумался заходит как-то сергей в чат g5 оттуда вываливаются маленькие медвежата и пишет дизайн штанов с помпонами и драконами то есть только цвет и размер мы можем поменять ну вот это вот primary success info warning по моему danger даже по моему это было в контакте также кнопки у них называются четырех цветов у ботов это вот все размера до ту миг баттон спанда full это спернт out line это типа фон только и как это границы до контур то есть угодно мы можем добавить сами а таких вот нету заготовок то уже то есть каждый фреймворк то есть даже по внешнему виду можно узнать что это будет строп потому что они все одинаковые но допустим здесь вот вот это мы сделаем сейчас чем накидал даже интересно то есть это надо подключить вероятно до ставил все сс нужно написать а или что за код-то он не дал в теге style я куда баттон type submit button custom css custom button и чё там в custom button а ну да это прям на этой же странице создавать что-то это изменило да смотрите то есть получается мы идем к артемию лебедеву все эти правила и x юай как оно все должно выглядеть так если посмотреть чем накидал обалдеть конечно custom button background color понятно green color white это цвет шрифта это правило через ответ шрифта это при наведении псевдо класс да вроде называется хувер и фокус а фокус чем при нажатии по моему прям нажимаешь левой кнопкой мыши офигеть написал это круто конечно так все не то где этот был а а хувер наводишь это фокус да видимо при нажатии вот у него меняется фон офигеть вот так у тебя 4 gpt пускай тогда еще картиночки рисует а шо он может уже до просто немножко не следила за обновлениями так картиночки он сможет рисовать как написал Дали или как он называется Ну в принципе А что в контакт-форме Ну фон какой-то Все-таки дизайн Ну а фон должен вписываться В общий фон Тогда же ведь верно Да Ну и нарисовал Офигеть Вот это да А это что? Месседж Собутия Офигеть Ну как вам дизайн для радио? Может так выдержать Дизайн радио? Ну вообще да Такую человеку Еще не знаю что он нарисовал Фон, анимация при наведении Чат Гопота имеет данные до 2021 года Они уже устарели для веба Не, ну он научился искать Ну то есть вот смотрите Вот version of html and css and javascript Actual Как их назвать Как их назвать The most The most The most The most шоу пусть пока ищет но он ищет в бинге просто тогда 3 далее где вы все это смотри это там ссылка была на youtube о так 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 точнее у него чтобы дизайн был как на мобил очках с анимацией ну за этот принцип mobile first я думаю надо сейчас применять интерактивные не будут функционировать это не так что что я вопса и должны джава скрипт а вы не слышите что она говорит щас ухе я хейт жава скрипт жава скрипт is something that most developers have at the very least heard of even if it's from another developer swearing at their computer trying to get it ну ладно харизматичная докладчица we can see here we have just a couple of things here i've got an index.html file there's some styles i've got some graphics and images and fonts that i'm going to load in and so i have my html file here this is what i'm going to go through and do a lot of work in but i'm going to open up one of my html files here to get started now because i don't trust doing live coding demos i have some css here what we can do is we can go through and reference the section element and i'm then going to go through and hide all of the section elements this is where the content exists on the page but the content that exists it displays and hide depending on my hash value which we can't quite see here because you're a css используя да сейчас так это про bootstrap было что интерактивные не будут функционировать если java script не загрузить во пускай серёжа идет работать на радио звукорежиссером да не поселке сергея было много деревьев и зелени сергей особенно любил траву было выйдет сергей на балкон вдохнет ароматы пойдет шишки собирать насобирал сергей шишек сидит на кухне нюхает и думает да сергей стать программистом не просто так насчет дочек мучаю пусть расскажет о его проблемах с ними ну и решить его проблемы так серёжа начал изучать свойства шишек нашел несколько мощных шишек и скурил их кстати да и был не так дерьмов перед лекси если людо хочет курить то купи вейп пусть попробует бы вейпе не так опасен рашкинские сишки ничего не пишем ее в документацию вытаскиваем бойлер плейта так всем пишем ее в документацию вытаскиваем бойлер плейта такс most current значит можно так сказать for html sss сэндрис гадас фолус web hypertext application white web consortium части There is only one version of HTML in development and use. That means HTML is continuously updated and doesn't have version numbers like previous iterations. This is the snapshot of CSS 2023. This is the current version of ECMAScript 2023. So, what are new features in HTML in the last years? What can I use today to be sure? My sites are displayed properly on most visitors' devices. I don't know how much it can be found in the internet. You can see the news about DS2. You can see the news on DS2. You can sell them to buy ballons. You don't know how much it is. You don't know how much it is. эта паста придумана не внучатом бред она нести может отменный я так писала сочинение в школе сочинение писать так и не научился а вот что я точно оценил в написании так это возможность заставить бота писать за тебя change log migration commit message и pr pr это pull request так и комит жидкого мыла ряды и методы это replay game function to excrete unified replay game но это конечно сделать мир лучше конечно пусть лучше английский написанный чат же 5 чем английский написанный кем бы то ни было а помнишь как мне не внучат рисовал картинки правда у него получался всякий хентай знаю какая сейчас версия ноут лтс ну это он без труда сообщит речь тим л 6 фича с футболкин драфт на эти в видео and audio manipulation eliminate the need of third party plugins web components enhanced support for custom elements template and shadow dom expanded semantic tags new input attributes for better validation and constraints constraints reducing так вот is the current ну джизжа это проще самому в гугле это набрать ему ждать отказом 100 лет там очень долго чтобы он час это все делал похоже на правду вряд ли он собрал так эта штука была в бинге поиск уже давно разве нет еще по моему чуть ли не полгода назад уже бинг когда прикрутили ладно все пошел и в итоге самое главное это в итоге написал это центре форум дисплей flex justify content center line item center height 100 useful height center vertical viewport так а тут что было код то которым написал в итоге используя а уже тут у меня за счет чего она выравнивается по центру в итоге контейнером т5 фонгруп 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 кастом баттон а выравнивание по центру не было вроде да тут изначально еще раз проводники нет вертикально не было выравнивание а как это можно сделать можно ли последний нами будем завершать так 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 как форма your code на flex контейнер h100 raw h100 justify content center line time ой боди так ну попробуем контакт форум и там еще заговорит добавить в кастомные css in your css make sure сейчас делаем sure интересно если это все с фреймбург почему он сам не может эти чтобы они были указаны там не может такие вещи вроде в самом верху указываются ну да сейчас учиться конечно одно удовольствие раньше нужно было анончиков донимать в том числе максимально тупыми вопросами сейчас хотя бы эту базу можно изучить очень и очень быстро получается не набирая миллион запросов что что-то изменилось ничего не изменилось хрен да либо он что-то нам сделал либо див класс контейнера что я не понимаю что это такое ничего писать ему это не сработало ну в общем ладно наверное надо завершать уже так вот вот здесь мы с 확인аем просто ничего ли они не брали игру что мы в общем-то делаем ну это я так я Ничего себе, стайл, ой, ой, шо, ой. Так, give full code with form. Все, завершаем. В общем, максимально скучные эфиры с этим счетом GPT нужно сначала. С этим все сделать. Так, а вот и неправда. В гугле это сложно найти. Просто для людей эта штука сделана в endoflife.date. А вот так. Что такое endoflife.date? End of life and support information is often hard to track. Так, 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 так. И как это работает? Ну, питон, допустим. А, вот оно что. Active support, security support, latest. То есть 3,7 уже вообще выпилили, да? А 3,8 еще есть. 2,6. А эти мудаки, ой, извините, а эти нехорошие люди 3,6 еще в университетах принимают. Даже 3,5. Говорят, вот, используйте питон этой версии. Да что там говорить. Не, вообще не обучает. Просто выключаешь мозг, копируешь, что тебе носовал в нутчат. Когда я это написал, как оказалось, ты вообще не включал мозг и просто скопировал из боксов. Актуальная версия питона это 3,11. Ну, типа, который вот Active support, да? Спасибо за информацию. Все. Значит, мы сейчас попробуем, что он там накидал. Заюзать и завершаем. Так, где это? Ох, да. Так. Да. Работает. И в мобильном варианте она тоже будет работать, да? Как бы это вот все эти знания обобщить и попробовать. То есть, это flex и использует, да? Значит. Ладно. Актуальная версия питона, которая работает на XP. 3,11 на XP не заведется. И последнее. Чтобы ты приходил не зря. Запроси картинку от GPT, нарисуй в фуре программистов, подключенных к доильному аппарату. В чем суть эфира? Ты хочешь выучить CSS? Да. Какой скучно. Давай рисовать Синичкину шубу, проектировать Бетароцк. Сейчас это можно изучить, только непонятно, зачем все это нужно. Ничего стало уже. Не понятно, о чем сообщение. Скажи же, птиш, чтобы он не пользовался и бингом обрался с головы. Сережа, видел новость в DS2 запретили. Так, это все было уже. Так. А что круче, Дали или этот, как его, имиджка, как там, в дискорде, который был, платный вроде стал. Джонни, Джонни, как его, юбиджи Джонни или как он назывался. Ну, ничего. Плез дру фури программерс. Дру фури программерс. Котт. Нет. мелкие машины мелкие машины не может он выполнить ваш запрос все на этой радостной ноте давайте заканчивать please draw me in kids nest давайте это ну все зацензурили сережа ты в курсе что за такие вопросы чат кпт тебя могут взять на карандаш и забанить а что тут такого круче локальный стейбл дефьюжен с нсфв плагинами так у тебя там опять собака гулять просится да миджор не круче для full stack разработки с с маловато знаю все всем пока сейчас сережу забанят все смотрим все всем пока всего доброго пока 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 Продолжение следует...